Лидеры нового поколения. В Поволжье начался отбор финалистов всероссийского конкурса «Лидеры России». От Чувашии в Нижний Новгород отправились 19 управленцев. Конкуренция высокая, 70 человек на место, и это только на первом этапе. Теперь с 2700 полуфиналистов со всей страны в финал попадут только 300 человек. Здесь представители федеральных ведомств, руководители самого высшего звена. Сразу появилось ощущение, боже, что я здесь делаю. И вправду, вокруг одни мужчины в пиджаках, при галстуках, но вести переговоры, общаться с людьми разных рангов для надежды – дело привычное. Она и еще 18 руководители из Чувашии дошли до полуфинала конкурса. Среди них и исполняющая обязанности директора национальной телерадиокомпании Оксана Очкасова. Полуфинал Приволжского округа разделили на две части – 150 управленцев в Самаре, столько же в Нижнем Новгороде. Убежден, что и на этих двух площадках, как и на всех остальных площадках, на которых полуфинал и финал пройдет в стране, будут и будущие министры, будут и будущие губернаторы, будут будущие руководители корпорации. Самое главное, что это неравнодушные профессиональные люди. Соперники увиделись впервые. На предыдущих этапах управленцы выполняли тесты заочно. На знания истории, географии оценивались их личностные качества. На одном из этапов поставили вопрос, что вы хотите получить от этого конкурса. Вот оно и основной результат – проверить себя, свои возможности. Возможности конкурс открывает чуть ли не безграничные. Его еще называют социальным лифтом. Сотни лучших лидеров России получат по миллиону рублей на дальнейшее обучение. И на год наставника из числа лучших управленцев страны. Безусловно, у коллег, и надеюсь, что и у меня, достаточно большие шансы пройти дальше. Мы, как прирожденные лидеры, все хотим победы. А пока цель – войти в топ-300 по стране. Полуфиналы проходят по федеральным округам. Условия, задания и критерии оценок у всех одинаковые. Поэтому они засекречены. И рассказывать об испытаниях участникам запрещено. Будут оценочные мероприятия, которые должны выявить лидерские качества. Их определенный перечень определенный. Это стратегическое мышление, умение работать в команде. Это такой важный фактор, как служение. Это нацеленность на результат. Начинаются тесты, которые все больше похожи на реальную жизнь. Я бы сказал так. Обстановка максимально приближена к боевым. Она будет еще более приближена к финале. Но даже тех, кто не пройдет дальше, готовы записать в кадровый резерв страны. Поддерживать мы будем очень простым способом. Как только сейчас полуфинал закончится, мы поймем, кто остался в распоряжении регионов. Мы очень плотно займемся работой с этими людьми. При поддержке Владимира Путина действует целая программа «Россия – страна возможностей», по которой отбор талантливых людей идет во всех возрастных группах. От школьников и студентов до состоявшихся топ-менеджеров. Учитываются и программы, такие известные, как, например, WorldSkills, Обилимпикс. Им, кстати, посвятили отдельный круглый стол. То, что за последнее время вопросы подготовки кадров, воспитания кадров страны, мы называем это красивым словом «лидеры», это очень важно. И это действительно не пустые флаг, когда мы говорим о будущем страны. Эти проекты станут традиционными. Лидеров России организаторы планируют выявлять и в следующем году. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика, из Нижнего Новгорода.